А Бишкек, мы видим, да, он провел мастер-класс, и нельзя сказать, что в этом была такая уж прямо необходимость в этом мастер-классе. Это было быстро, весело, организованно, не оставляя никому ни единого шанса. И, конечно, тут же стая думских попугаев залилась в привычном крике, что это все цветная революция, цветная революция, финансирует Запад. А там явно у людей даже просто не было времени получить какие-то западные субсидии. Встали и пошли. А там ведь не только политзаключенных, там даже с перепугу бывшего президента тут же взяли и отпустили. И мне очень понравился стиль разговора с народом. Выборы аннулировать? Пожалуйста, мы сами хотели, просто не знали, с какой стороны взяться. Цик распустить? Верно, нужно и необходимо. Мы распускаемся. Мы сами давно хотели распуститься, у нас вообще дела на приусадебных участках. И вообще там это красавица Нуржан, который председатель ЦИК. Выборы аннулировали, только главное не волнуйтесь. И все дружно блеяли, значит, при виде народа, встав в позу зайчика. И возникает масса вопросов, которые я слышу, а как, собственно говоря, так получилось в Бишкеке? Я могу это объяснить. Дело в том, что милиции, как только милиции становится понятно, что ее сейчас будут бить, она тут же переходит на сторону народа и без всяких колебаний. Это всегда так. Вот милиция, полиция, это предельно чуткая организация, она всегда точно понимает, зачем идут люди. Они идут быть битыми или идут бить? Они идут мужественно страдать и обливаться кровью, харкать кровавой мокроты в автозаках, получать дубинами по глазам? Или, если она понимает, что люди пришли за этим, то она, в общем, как, вот, не знаю, выполняет по заявкам трудящихся, она все это выполняет, она бьет, она стреляет резиновыми пулями, сует в штаны мальчикам светошумовые гранаты, ломает девочкам руки. Она с наслаждением выполняет любой преступный приказ. И чем преступнее приказ, тем выше наслаждение. Это действительно есть в действиях любой полиции и милиции. Вот дайте нам срочно какой-нибудь преступный приказ, желательно поприступнее. И мы тут же с огоньком его выполним. Но если милиция понимает, что тысячи человек вышли не быть битыми, а бить, милиция мгновенно переходит на сторону народа, каски об асфальт, щиты в мусорные ящики. Им даже бежать никуда не надо, им достаточно просто закричать там, живее Беларусь, или что-нибудь подобное, и закричать, мы с народом, мы ненавидим этого козла в этом дворце. Начинается красивая домогогия про единство. И, кстати, Оля, вот примерно такая же история со всеми остальными силовиками. Причем старшие братья милиционеров, они понимают даже раньше милиционеров, потому что они умнее. И они первые чувствуют, идут быть битыми или идут бить. Я, кстати, всегда, вот сколько у меня не было опыта участия в таких событиях, я всегда поражался таланту милицейских цепей, потому что вот еще за 250 метров непонятно настроение толпы. И она идет быть битой или бить, да? 230, непонятно, 220, непонятно, 200, понятно, все. И с этой минуты милиция начинает действовать либо тем, либо другим образом. Вот с 200 метров она все понимает. Вот, кстати, почему так долго тянулась на Украине? Потому что в Украине, тысячи извинений, я знаю, для украинцев это почему-то очень важно. Мы еще по старой советской привычке все путаем. Потому что на Майдане было очень много жертвенности. А милиция, полиция, она на жертвенность реагирует вот просто как гиена на раненого гну, да? Она бросается на жертвенность мгновенно. А в Бишкеке было все понятно. Идут бить. Причем будут делать это неаккуратно и очень больно. Александр Глебович, я просто обращаю ваше внимание, что вообще Киргизия это особенное место. Там ни один президент не успел посидеть достаточно долго, чтобы кого-то прикормить, чтобы кого-то как-то вот вокруг себя выстроить достаточно стабильно, чтобы запугать своих противников. Там слишком много, как сказать, слишком распылена власть, я так понимаю. Какая-то русофобия в ваших словах мне мерещится. Я не знаю, мне кажется, у них как-то вот... Нет, нет, нет. Нет, хорошо. Любовь и, как бы сказать, любопытство по отношению к Киргизии, скажем так. Да, вот в Бишкеке были люди, которые сразу показали, что в их репертуар вот эта вся протестная хореография не входит, да, что им некогда рассусоливать, у них нет времени на речевки, кричалки, подбегалки, отбегалки. Они будут бить, их огорчили. У них шариков не было, Александр Глебович, их не было шариков и цветов. Им нахамили, и они идут. А тех, кто будет мешать в кровавую кашу, а булыжник, пластиковое забрало полицейского шлема, проламывает, если он брошен умело, только так, да. Я не думал, что в их действиях было зашифровано какое-то вот, зашифровано послание белорусам Минску, да. Но так получилось само собой.